Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! 9 июня день рождения в 1941 году в Англии в городе Лестере Джона Лорда, органиста и одного из основателей группы Deep Purple, ныне вновь объединившегося с друзьями из первоначального состава. 9 июня также день рождения в 1947 году в Лондоне Нич Митчелла, барабанщика группы Jimi Hendrix Experience. 10 июня. 10 июня. В американском городе Денвере на концерте группы Jetra Tal толпа без билетников пыталась прорваться в летний театр Red Rocks, Красные скалы. Крутая на руку американская полиция применила слезоточивый газ. Обливаясь слезами, группа своего выступления не прекратила. В 1976 году полмакартные группы Wings в этот день установили своеобразный рекорд для закрытых помещений. На их концерт в городе Сиэтле собралось 67100 зрителей. 10 июня 1981 года было объявлено о создании супергруппы «Азия», куда вошли два бывших участника группы ЕС Стив Хау и Джефф Даунс. Бывший участник группы Юра Ахип Джон Уэттон, а также барабанщик Карл Палмер из группы Эмерсон Лэг и Палмер. Французские и немецкие газеты ошибочно сообщили о смерти певца группы The Who Роджера Долтри. Газеты были введены в заблуждение известиями об автомобильной катастрофе, в которую в 1966 году попал гитарист группы Пит Таунс. 12 июня. В этот день группа Битлз, занятая в 1965 году съемками своего второго фильма «Хелп. Помогите», получила известие о награждении всех участников группы ДМБИ, что значит «Member of British Empire», кавалер ордена Британской империи. Такой чести до тех пор удостаивались лишь видные общественные деятели да герои. Вот ж не думал тогда Харрисон, что можно получить орден за исполнение рока. Харрисон как в воду глядел. Возмущенные присуждением орденов, длинноволосым идолом молодежи, десятки бывших героев войны с негодованием вернули свои награды правительству. 13 июня. В этот день, в 1963 году, национальная британская печать впервые заклейнила Роллингстоунс как антиобщественных элементов. В газетных статьях рассказывалось о бесчастных молодежи на выступлениях группы в Ричмонде на юго-западе Лондона. И владелец гостиницы, в которую Роллингстоунс тогда играли, прочитав эти статьи в газетах, немедленно вытурил будущих звезд рока на улицу. 13 июня 1970 года на первое место американского списка поднялась песня Битлз «The Long and Winding World» — «Длинная извилистая дорога». Несмотря на успех песни, Пол Маккартни заявил журналистам, что он возмущен действиями продюсера Филла Спектера. Дело в том, что Фил Спектер подготавливал к выпуску записи Битлз после распада группы и по своему усмотрению добавил в фонограмму песни сладкие звуки скрипок и нежное пение хора. 14 июня. В этот день, в 1953 году, выпускник средней школы в городе Мемфис, штат Теннесси, Элвис Пресли, получил свой аттестат зрелости. На выпускной фотографии Пресли снялся с наслюнявленным локоном страсти на лбу. Этот локон страсти определил творческое лицо артиста на многие годы. Из последних новостей. Дэвид Боллой получил предложение сыграть роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде, об этом суперагенте 007. Боллой долго раздумывал и, наконец, несколько дней назад ответил отказом на отрез. Группа Deep Purple, воссоздавшаяся недавно в первоначальном составе, репетирует сейчас материал для новой пластинки и всемирных гастролей. Запись пластинки начнется в скором времени. Гитарист группы Boomtown Reds Гарри Робертс вынужден был отложить свою свадьбу на неопределенное время до того, как он на полном ходу врезался на своем мотоцикле Харли Дэвидсон в непредвиденное препятствие. Робертс проведет в больнице не меньше двух месяцев и бумтаунским крысам придется отправиться на гастроли с другим гитаристом. На этом мы выпуск рок-хроники заканчиваем, переходим к обзору британского списка. На пятнадцатом месте группа Queen с песней I Want To Break Free «Я хочу вырваться на свободу». «Я хочу вырваться на свободу» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Большого художника DimaTorzok 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 при каком-то перерождении. Но идет ли речь о сбрасывании личины старой и надевании личины новой, либо о показе своего истинного лица, можно только догадываться. Продолжение следует... 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 по двум книгам Джона Леннона «In his own right», собственноручно. Знаменитый английский актер, сэр Лоуренс Эльвье, был под таким впечатлением от постановки, что настаивал, чтобы она была включена в постоянный репертуар национального театра. 20 июня. В 1969 году Джимми Хендрикс получил рекордную по тем временам концертную ставку в 125 тысяч долларов за выступление на Ньюпортском джазовом фестивале в Сан-Фернандо-Уэлле около Лос-Анджелеса. 20 июня 1980 года вышла пластинка Боба Дилана «Save», «Спасен», знаменовавшая собой поворот знаменитого поэта и музыканта к христианству. 21 июня. В этот день, в 1948 году, компания Columbia Records впервые приступила к массовому производству долгоиграющих пластинок на 33 оборота. Тогдашние скептики подняли это начинание на смех. 21 июня 1975 года гитарист Ричи Блякмор покинул группу Deep Purple с тем, чтобы организовать собственную группу Ричи Блякмор Rainbow, впоследствии просто Rainbow. 22 июня. В 1969 году в этот день вышел первый и единственный альбом группы Blind Fate «Слепая вера». В группу входили певец Стив Уинвуд, гитарист Эрик Клаптон, басист Рик Грейч и барабанщик Джинджи Бекер. Несмотря на большой успех в пластинке, группа не сделала больше ни одной записи и распалась. Из последних новостей британские газеты опубликовали в среду сообщение о том, что ленинградский рок-музыкант Валерий Баринов, участник христианской группы «Трубный зов», переведен теперь из ленинградской тюрьмы Кресты в психбольницу номер 5. Психическое заболевание Баринова, пишет газета Daily Mail, состоит лишь в том, что, по словам одного из врачей психбольницы, взгляды Баринова на религию отличаются от взглядов рядовых советских людей. Другой участник группы «Трубный зов» Сергей Тимохин, арестованный вместе с Бариновым 4 марта, якобы за попытку пересечения государственной границы, продолжает находиться в тюрьме. В октябре прошлого года Баринов был арестован и помещен в психбольницу имени Скворцова-Степанова. Тогда ему насильно делали уколы аминозина. Вот этим невеселым событием мы и закончим выпуск «Рок-хроники» и перейдем к обзору новых альбомов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Группа «Рок-хроники» Учерка было чрезмерное обилие студийного времени Для каждой песни было сделано столько вариантов Что в конце концов в них заблудились Как в трех соснах Звукорежиссеры Не желая, так сказать, стеснять творческую фантазию И избегая ненужных трени Делали все, о чем просили их участники Лиги Человеков И лишь у последнего продюсера Хью Петгема Хватило решительности отделить Как говорится, зерно от Микины И развеять последнюю по ветру Если бы не Хью, сказал в интервью певец группы Фил Оуки Мы и сейчас бы, наверное, возились в студии с записями Хотелось бы отметить, что студия Таунхаус В которой записывался альбом группы Одна из самых дорогих в Лондоне Час студийного времени стоит примерно долларов под сто Судя по рецензиям, в музыке Human League Слушателей привлекает непосредственность и простота Газета Мелоди Мейкер написала в обзоре альбома Группа Human League является, пожалуй, живым доказательством Наиболее труднодостижимая музыкальная форма Несмотря на поистине эпическое нагнетение В их музыке сохраняется беззаботность И даже некоторая небрежность Конец цитаты Конечно, суровый критик из какого-нибудь Дома народного творчества Мог был смотреть в этой беззаботности Простое отсутствие профессионализма Но английская аудитория, особенно молодежная На закостеневый профессионализм реагирует плохо Послушаем еще одну песню с этого альбома Она называется Это Life on Your Own Жизнь в одиночку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барабанщик В Нью-Касле назвалась даже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Forever you all's not channel me» Что приблизительно значит «Принимай меня вовнутрь, я вечно твой ночной» Эта несколько двусмысленная фраза Поворачивается в песне И так, и этак Звучит широко, раздольно, эпически Как какой-то степной напев Как походная кавалерийская Угрюмо напеваемая Под брецанье сабель И глухой топот Копыт в закатной пыли 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...